Приветствую вас. По описанию можно сделать предположение, что то, что вы чувствуете, связано к какой-то степени именно с тем, что вы чувствуете. То есть, вот, связано с тем, что вы пересняли развод и ваша реакция на работу, она вполне себе, может быть, так вот, то есть, развод это травма психологическая часто и, соответственно, вызву развод или восприниматель именно так. Итак, мне 31 год, я в разводе работаю и воспитываю дочь, например, всегда на первом месте у вас возраст, вы говорите то, что вам 31 год, надо спросить, что для вас, ну, значит возраст, какое для вас имеет значение. Дальше работаете, с кем работаете, насколько вам нравится ваша работа, это тоже очень важный момент. Воспитываю эту дочь, а как вы относитесь к своей дочери? Моя проблема в том, что я не чувствую себя женщиной, у меня такое чувство, что я бесполый попрос. Ну, чтобы чувствовать себя женщиной, наверное, нужно, во-первых, понимать, что такое женщина, то есть какая вы женщина, а во-вторых, чувствовать себя привлекательный, принимать себя, не оценивать себя. Вот, я уверен, что если вас спросить, то вы скажете, что видите в себе достаточно много недостатков, что вы видите в себе достаточно много изъянов. Негатива. И вот природу этого негатива нужно выяснить и, как бы, с корректиров, вот, чтобы вы, во-первых, научились случить себя и свои чувства, потому что, ну, самооценка и принятие себя, это не, естественно, такое отвлеченное, абстрактное. Это определенное состояние, которое появляется в результате определенных действий. И то, что вы чувствуете себя сейчас вот так, как бы чувствуете, ну, чувствует о том, что не так хорошо вы это все делаете. Дальше. Дальше. В общем, внешне я очень симпатичный и многие мужчины на улице подходят ко мне познакомиться. Ну, на самом деле, это не показатель вашей привлекательности. Почему? Потому что то, что к вам подходит к мужчине, знакомиться на улице, и, опять же, над вами, опять же, ничего общего нет. Это, на самом деле, большая проблема. То есть, мужчины, они в данном случае видят лишь внешне, что-то, да, они не видят внутреннее, они не видят духовное, вот. А духовное вы как раз таки не выражаете людям. И в этом, наверное, есть проблемы. Дальше. В душе нет такого чувства. Какого? А, откуда берется обесценивание себя? Как вы приходите к нему, к обесцениванию? Я чувствую себя какой-то бесполой инопланетянкой, которая оказалась совершенно на этой земле. Надо вот как-то более подробно раскрыть это, что вы подразумеваете об этом. То есть, это чувство отшужденности. Чувство отшужденности. Вот. Что на себя представляет? Как для вас выглядит то, что вы отличаетесь, например, от людей. Так. В последнее время я стал очень рассеянный, забывчивый, элементарные вещи мне трудно выполнить. Трудно именно морально. А в чем-то, в чем трудно? В чем трудно? И в последнее время это в какое время? Ребенком своим занимаетесь число долго, но радости в этом и в этом, наверное, нет. Мы хотели написать. Я горю себя только за то, что жизнь это не только праздник, но чувствую себя каким-то бесполым авантюристом. Я горю себя за то, что жизнь это не только праздник. Но я полагаю, что это не единственное за что вы себя корите. Вот. Я так подозревал, что это не единственное за что вы себя корите. Как вы думаете, как вообще себя можно за что-то корить? Вот. Как вы считаете? Почему вы считаете, что вы можете водокорить? Почему вы так думаете? Так. Подскажите, что мне делать? То, чтобы что? Как найти себя? Ну, работать с эмоциями, с чувствами, с системой, с принятием себя. Вообще, в первую очередь, с принятием себя. Почувствовать себя более земной женщиной. Ну, тут нужно определить, что это все-таки вкладывать. Что такое более земная женщина. Потому что вы земная женщина. Если вы себя чувствуете, чувствуете не так немножко. Но это ничего не значит. Вот. Еще раз повторю, мне кажется, что все дело здесь в разводе. Я так понимаю, после развода. Либо еще раньше. Вот. И... Нужно с вами поговорить. То есть, если вы хотите все это исправить, хотя бы для дочки, да, то... Выбирайте психолога и начинайте индивидуальную работу. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Желаю вам всего самого доброго. И удачи.